Всем привет, зрители и подписчики! Канал Рик Антона Фиэт, Мои Шутболисты. Сегодня мы разберем полностью все настройки, весь игровой процесс, как лучше настроить, как настроить камеру, другие параметры игры. Заходите прежде всего в самое начало меню игры, вверху слева у вас будет три иконочки, их и надо будет выбрать и настраивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а если вам нужны монетки для прокачки вашего состава, может быть подписка или игра ФК-24, то следующие 30 секунд видео для вас. Поехали, погнали, друзья! Ну а если уже сегодня вы хотите купить себе топового футболиста, вашего любимого кумира, то сайт Автофуд для вас. Монеты на любую платформу с авто доставкой и системой антибан. Также подписка, любая на ваш вкус, игра ФК-24, и все это завершается бонусной программой, где вы получаете 5% кэшбэка, который можете потратить на свое усмотрение. Ссылочка будет в описании, а также в закрепленном комментарии к данному видео. Итак, погнали! Переходим сначала в обычный раздел доступности. Здесь, в принципе, особо ничего менять не советую. Яркость, контрастность, конечно, можно немножко подкрутить. Какие-то субтитры, если вы играете в какие-то режимы, как бы это не сильно важно. Самое важное, ребят, игровой процесс. Итак, погнали! Шаблон. Тут вы выбираете, какой у вас соревновательный. По умолчанию я выбрал сразу соревновательный, да, можно выбрать. Но тогда вы не можете менять удары. Поэтому выбираем, соответственно, шаблон. То есть в соревновательных матчах у вас ничего поменять не получится. Но если часть моментов поменять не получится, но что-то можно. Например, давайте выберем соревновательный режим. Все-таки мы играем онлайн. И, соответственно, берем помощь при ударе. Ребят, здесь мой совет не ставить автомат. Учитесь играть сами. Тем более здесь есть режим точности. Да, я не говорю, что полностью делайте вручную. Но поставьте режим точности. Поначалу вам, возможно, будет казаться, что что-то не получается. Но надо привыкать. Выбор момента ударов. Я выключаю. Никогда им не пользуюсь. Это мне не нравится. Дальше. Помощь при пасах и всем остальном. Тоже, ребят, поставьте хотя бы полуавтомат. Вы хотя бы почувствуете игру. Не нужны эти автоматы. Вы привыкнете делать стиком правильно. И незаметно со временем вы поймете, что это точно лучше, чем автоматически. Потому что все-таки автоматически у вас будет идти передача так, что соперник чаще будет перехватывать. Да, это если и пасы вверхом, и низом, и так далее. Фиксированный адресат паса, ребят. Здесь очень тоже такой момент. Возможно, для кого-то спорный. Да, то есть адресат паса фиксируется сразу же после отпускания кнопки паса или набора максимальной. Переключение на адресатую передачу стоит рано, в момент начала анимации передачи. То есть здесь вопрос, когда вы переключитесь на игрока. Я ставлю начало анимации. Чувствительность филигранной передачи, ребят. Ну, здесь оставим как было. Двигаемся дальше. Помощь в выносах, ребят. Здесь я сейчас посмотрим, что поставить. Но при классике у вас вообще как бы она не... То есть как выносите, так она и выносит. Старается вынести. Поэтому давайте оставим направление. Защиту, ребят. Есть новая фишка, да, продвинутая защита. Можете ей пользоваться, соответственно, потому что здесь, как вы видите, написано, что вы можете... Про защиту есть отдельное видео. Кружочек нажимать, соответственно, чтобы совершать обычный отбор. А крестик нажимать, чтобы пытаться оттеснить соперника плечом. Но тактическая защита, да, позволяет выбор момента отбора сохранить позицию. В зависимости от положения, когда при нажатии кнопки удар состоится ситуативный отбор. То есть я все-таки за тактическую защиту. По той простой причине, что я очень часто играю кнопкой отбора нолик. Об этом я говорю в своем видео про защиту, ребят. Посмотрите. Автопереключения, да, только верховые мечи. Можно оставить только верховые, по той простой причине, что как бы все остальное, автопереключения, я не сильно люблю, люблю переключаться сам. Помощь в движении при переключении. То есть тут тоже важный момент, насколько у вас игрок продолжает двигаться. Чем выше уровень помощи, тем дольше игрок продолжает движение после переключения. Здесь тоже это важный момент, потому что когда вы будете давать передачи, игрок может еще продолжать двигаться в том направлении, в котором он и ранее бежал. Поэтому я здесь поставлю нет. Переключение правым джойстиком. Ребят, честно скажу, правым джойстиком переключаться практически не использую. Переключаюсь верхним L1, да? Ой, да, L1. Поэтому не привык, не привык. Но ориентир переключения правым джойстиком можно оставить на всякий случай, да? Лучше всего это делать, мне кажется, по мячу, чтобы переключалось к ближнему игроку. Чувствительность переключения тоже не знаю, оставим среднее. Переключение на следующего игрока. Играя в защите, нажимая L1, чтобы переключиться на следующего типально расположенного игрока. Можно классическое, да? Можно ближе к воротам, ближе к мячу. Ребят, я не советую ближе к воротам, как я и говорил в своем видео про защиту. Если вы будете переключаться на игрока ближе к воротам, вы потеряете всех остальных игроков и останетесь один на один. То есть, если вы им ошибетесь, то все. Лучше ближе к мячу. Это может быть, скорее всего, какой-нибудь полузащитник. Соответственно, вас, если даже обведут полузащитника, еще останется защитная линия. Фиксировано управление игроком. Можно зафиксировать управление игроком. Ребят, включайте, это прикольная тема. Я, наверное, на эту тему потом отдельное какое-то видео запишу. Нажимая два стика, вы можете зафиксировать игрока, конкретно которым будете управлять. Все остальные игроки будут играть, как компьютер будет за них играть. Помощь при сейвах. Ребят, я не знаю, я в воротарем вроде не играю практически, только выхожу. Будет отдельное видео про выход в воротаря, поэтому давайте полуавтомат. Настройки контроллера. Триггерный эффект, в принципе, мне не нужен. А вот аналогы игрок я решу включить и посмотреть, как это будет. Идем дальше. Матч, как бы здесь стандартные характеристики в соревновательных режимах онлайн. Там, ну, наверное, все, как бы говорится, в автоматическом режиме, да. И по умолчанию, поэтому здесь что-то выбирать, как бы, особо смысла нет. Дальше, важный момент, ребят. Я всю жизнь FIFA играю с телекамерой. То есть, это максимальная высота и максимальная еще высота самой камеры и минимальное приближение. То есть, мне надо видеть все поле. Я вам советую играть этой тактикой. Хотя я видел, что один из блогеров, по-моему, МОЗ FIFA, ребят, если я не ошибаюсь, играет наоборот. Знаете, как вот раньше были такие FIFA там 94, что ли там, или какой-то соскер там. Вот, когда вид сверху, да, ты прямо бежишь на ворота. Я так не люблю. Я люблю всякие вот эти вот камеры, которые у вас там меняют наклон. И ты поле, дальний фланг, вообще практически не видишь, он у тебя под наклоном. Я тоже не люблю. Поэтому, ребят, телекамера, это мой совет всем. Индикаторы тоже выбирайте. Можно выбрать индикатор стилей, да. Я его выключу. Но, в принципе, ну, так как я особо, там, бью или пасую, не смотрю на стиль игроков. Но, в принципе, эта фишка прикольная, ребят. Я ее сам для себя выключу. Но вам многим советую включить, кто хочет четко понимать, что... О, вот этот игрок со стилем дальнего удара. Да, вот сейчас он с мечом, может быть, да, вы не знали. Хоп, именно им и пробил. В принципе, тема прикольная. Хорошо, что ее, как бы, сделали. Она есть в настройках. Схема поля, ребят, попробую 3D. 3D, как бы, 2D. Сами смотрите. Цвет игроков пользуется на схеме поля. Ребят, здесь тоже, на ваше усмотрение, все это не принципиально. Как бы, все это такие уже не самые важные факторы. Световой индикатор, да, тоже можно его немножко сделать. Натяжение сеток, ребят, делайте, наверное, свободно. Я не люблю тугие сетки. То есть, свободная сетка корыфица, забивается гол. Все очень интересно. То есть, здесь тоже такие, ну, этих, как бы, уже настройки, они не так важны, да. Да, там, для игры. Ну, что, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я надеюсь, чтобы кому-то в чем-то помог. Любите футбол, любите FIFA, то есть, FK24. Играйте в него. Увидимся на канале. Хорошего дня вам, настроения. Всем пока.